Здравствуйте! Я Юлия Шефер. Это программа «Что происходит в эфире» Черноморской телерадиокомпании. Казалось бы, коммунальные услуги и так достаточно велики и являются непосильным бременем для многих украинских семей. Тем не менее, с начала марта 2016 года стартует новое подорожание, третья волна подорожания цен. Во что нам обойдется эта волна? И можно ли обойтись без нее? Мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, Алексеем Кучеренко, министром по вопросам ЖКХ с 2007 по 2010 год, главой экспертного совета по защите прав потребителей при Национальной комиссии по регулированию энергетики и ЖКХ. Алексей, здравствуйте! 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 Вы наш защитник. На общественных началах. На общественных началах потребителей. Хотелось бы не только мне, наверное, всем жителям Украины понять, чем обусловлено такое повышение тарифов и из чего вообще состоит ценообразование каждой из услуг. Я с вашего разрешения перед тем, как ответить на этот ваш основной вопрос, встречный вопрос и вам, и телезрителям. Скажите, пожалуйста, сегодня все понимают, что теплокоммунэнерго выставляет какие-то нелепые счета. Насчитывает абсолютно нелепые тарифы. Абсолютно вы не можете повлиять на количество тепла, которое они вам, собственно говоря, впаривают. Извините за выражение. Вы же не хотите брать жара на улице, 14 градусов в Киеве, а перетоп идет, тепло идет и все. Вот у меня один вопрос. А вот вы знаете, куда и кому пожаловаться? Ну вот ответ будет отрицательный. Вот так получилось, что вот эти так называемые реформаторы, пойдя и введя нас в этот эксперимент по реформе, который свелся на сегодня исключительно к одному, к повышению тарифов, они упустили самый базовый элемент. А ради кого это делается? И вообще говоря, как защитить потребителя от вот этой вот вакханалии тарифной, которую втянули сегодня, монополии всех видов и окрасов. И энергетики, и газовики, и тепловики, и водопроводы, и ЖЭКи, и коммунальные предприятия. И вот у меня основная претензия к реформаторам, лично к Яценюку, в том числе и к президенту Порошенко, который также отвечает за это, и мог бы сказать веское слово. Если внезапно, немедленно не будет создана система защиты прав потребителей, просто я прогнозирую социальный, а потом и политический коллапс, он приведет к очень негативным последствиям. И там не будут уже каких-то лозунгов глобальных, там просто люди реально будут приходить и объяснять с лопатами, с кирками, что мы выживать не можем. Вот, кстати, чтобы вам такая информация, за январь месяц, ну вот по состоянию на сегодня, уровень оплаты за тепло по всей Украине в среднем где-то составляет 25%. То есть люди просто отреагировали на то, что им предложили неравную. Они перестали платить. И вы знаете, это не та ситуация, где я сейчас буду укорять людей и вот так пальчиком грозить и говорить, ай-яй-яй, какие вы не это, и говорить общепринятые лозунги. Если вы не заплатите, тепловики остановятся, нефтегаз там не рассчитается, сразу Газпромом и прочую билиберду. Понимаете, если бы эти взаимоотношения были партнерские, честные, справедливые, прозрачные, тарифы, не было бы диктата монополий, да, конечно, в этой ситуации можно было бы призывать людей. На сегодня что мы констатируем? Эту улицу построили с односторонним движением. Более того, я сейчас вам на пальцах объясню, что никакого российского газа и не пахнет сегодня. Это газ украинский, который из хранилищ сегодня достается. И более того, его нефтегазу некуда девать нашему. Почему-то он рассказывает про какие-то курсовые разницы, про какие-то валютные, долларовые цены. Никакого отношения это не имеет сегодня ни к цене на тепло, ни к цене на газ, который выставляет нефтегаз. Это на сегодня на пальцах арифметически объясняется. И вот самое главное, понимаете, мало того, что завышенный тариф на тепло, так еще ж нас лишили возможности посчитать количество тепла, которое они нам дают, потому что в стране средний процент домов, оборудованных счетчиками, чтобы хотя бы элементарный учет сделать, ну где-то 38, наверное, процентов. И то благодаря Киеву, который сделал серьезный прорыв. А дальше, даже если на доме есть счетчик, то в подавляющем большинстве случаев вас не подпускают к этому счетчику. То есть теплокоммунэнерго снимает показания того, что мы потребили, а нам не показывают. Вот у меня вопрос, скажите, вы пришли в магазин купить, условно говоря, ну любой товар, на базар картошку, сахар и прочее. А представьте себе, вам продавец там что-то там под полой взвесил, под столом, а потом говорит, не, я тебе не дам на весы посмотреть. Вот это такая же маразматическая ситуация. Но крайняя степень маразма, это за последние буквально 2-3 недели, когда люди говорят, нам не нужно столько тепла, перекройте в вентиль эту шайбу, а там пломбируют, открывают ее на полную катушку. И, условно говоря, перетоп колоссальный идет. И особо я аплодирую в кавычках городам, таким как Харьков, Днепропетровск, Сумы, к сожалению, Житомир, Винница, Кировоград, где местные теплокоммунэнерго, ну я не хочу мэров обвинять, если мэры не знают про это, то они просто профессионально не готовы сегодня, если знают, то они просто покрывают и в доле. Местные теплокоммунэнерго в нарушение постановы, соответствующей Кабмина, решили за январь месяц добрать немного денежек и начислили еще дополнительные 30% к тарифу, который и так был завышенный. Вот по последнему, я думаю, жители этих городов меня сейчас поймут, я думаю, этих городов 2-3 по Украине. Мы уже очень жестко отреагировали, мы обратились в Национальную комиссию по регулированию, и вчера появилось разъяснение регулятора, что это все завышенный перерасчет, максимум, что вам могли выставить, это плюс 2-3% добавки к среднему тарифу, и немедленно требуйте перерасчета, информируйте нас, меня лично, комиссию, мы будем контролировать, потому что на самом деле это мошенническая схема, вымывание у вас денег, которые абсолютно не лишние в этой ситуации. Алексей, тем не менее, ожидается еще большее подорожание, для некоторых потребителей оно достигнет до 70%. Давайте так, поскольку тема тарифов упущена властью и государством, и из экономической категории тариф вы стали политической категорией, то я вам точно так же, как начинающий, извините, политик, ну вернее, в очередной раз начинающий политик, могу сказать, а кто вам сказал, что будет это повышение? Но это этот Кабмин и эта коалиция хочет повышать. А я считаю, что очень скоро вопрос станет так, что если люди не хотят этого, и на пальцах объяснят другие эксперты независимые, что этого можно избежать, такого радикального повышения тарифов, то и не будет, так сказать, вопрос. Это уже вопрос политики и курса, выбранного вот этим вот премьером вот этой вот коалиции. Я считаю, что это курс ошибочный, экономически абсолютно неоправданный, более того, юридически тоже. А из чего состоит стоимость центрального отопления? Ну если мы говорим про тепло, давайте мы весь ванчужок, всю эту цепочечку раскрутим. Ну первое, это газ. Вот там такая химия получается. Есть украинский газ, его добывает украинская компания государственная Укргаздобыча. А она на 100% ею управляет НАК нефтегаз Украины. Кстати, сегодня Минэнерго обратилась к Абмину с предложением вывести Укргаздобычу из-под подчинения НАК нефтегаза. Почему? Потому что НАК нефтегаз, как никому не нужный посредник, который просто жирует на нас, паразитирует на нас, он добивает эту компанию и доводит ее до банкротства. Так вот, НАК нефтегаз платит этой компании Укргаздобыча, которая, кстати, знаете, сколько добывает? Почти 15 миллиардов кубов газа. Так вот, этих 15 миллиардов кубов газа вот так с головой бы хватило на население, на теплокоммунэнерго. Я вам гарантирую. И не надо было никакого импортного газа. Так вот, он его добивает. НАК нефтегаз платит ему 477 долларов за 1000 кубов. А нам с вами продает по 7188. Ну и вот такой небольшой лимит в размере 1200 кубов на сезон продает по 3600. А в теплокоммунэнерго НАК нефтегаз продает по 2994. Даже если добавить ренту, даже если, которая почему вдруг, зачем вдруг брать с нас эту ренту. Это 1000 гривен с лишним 1100 на каждой 1000 кубов. Потом дальше идут облгазы, которые между нами тоже подворовывают. И немало подворовывают. Но как бы в общем объеме... Вот сейчас они будут больше. Со 1 апреля месяца будет вводиться так называемая абонентская плата. И будет, если я не ошибаюсь, 17 гривен для тех, у кого конфорка. И 29 гривен. Или 19 и 27, я проверю сейчас. Это для тех, у кого конфорка и подогрев воды на котле. Так вот, вот это цена на газ. Я берусь утверждать, что там первая химия зарыта. В первую очередь она связана с манипулятивной ценой и с прикрытыми от нас непрозрачными объемами и учетом. Просто там крадут на объемах. Минимум там 2-3 лишних миллиарда. А дальше начинается химия местного масштаба. Это в местном теплокоммунэнерго, которая для вас проявляется в следующем. Первое, цену на гигакалорию проверить. Ну, можно, но для этого надо, чтобы захотел, в конце концов, ваш мэр. Вот я обращаюсь ко всей Украине. В любом городе найдутся наверняка эксперты, которые могут провести аудит нормальной вашей компании. Если не найдете таких, мы вам посоветуем. Они вам бесплатно сделают первичный аудит. И они вам подскажут, насколько ориентировочно завышена цена на гигакалорию в ваших городах. Для этого должен захотеть ваш городской голова. Он за это отвечает по закону. Это соответствующая статья про органы местного самоуправления, где четко написано, органы местного самоуправления несут ответственность за контроль по дотриманию прав споживача. То есть по защите прав потребителя. Более того, мэры, по сути, управляют этими теплокоммунэнерго, потому что они лично назначают директоров теплокоммунэнерго там, где они не переданы в аренду или в концессию. Там, где переданы, точно так же они влияют. Так вот, это цена на гигакалорию. А дальше, это первая манипуляция на местном уровне. Вторая манипуляция на местном уровне, это манипуляция при отсутствии систем учета с так называемыми нормами потребления. Их устанавливают вам мэры и ваши депутаты. Еще раз подчеркну. Их не Киев устанавливают, их не НКРКП устанавливают. Их вам устанавливает ваш местный совет. Он их завышает, как правило. И в результате такая получается интересная арифметика. В любом городе Украины, я даю вам руку на отсечение, вы берете два дома одинаковых. Один вот одного и того же года постройки, одной и того же конструкции. Один дом со счетчиком будет домовым, другой дом без счетчика. Если вы сравните начисление за отопительный сезон, вы увидите разницу минимум в полтора раза. Вот это де-факто вам уже более явного подтверждения не может быть, что тариф на отопление, который вам рассчитан на месте, а утвержден НКК в Киеве, он завышен минимум в полтора раза. Правда, в этом году приняли постановление про перерасчет, но его уже неправильно начали применять. Я вам привел название городов, где, собственно, добавили 30%. Для того, чтобы жители этих городов, еще раз их перечислю, чтобы вы знали, Харьков, Сумы, Днепропетровск, Житомир, Кировоград, Винница. Еще вы проверьте у себя, всем, у кого на 30% увеличился тариф за январь, у вас там жулики сидят, они вас просто решили обмануть на эти 30%. И просто, чтобы вы знали, а в городе Полтава и городе Ровно пересчитали всего на 2%. Вот там, где умный мэр не вор, там 2% добавили. А там, где мэр или просто он не понимает, о чем речь, или решил схитрить, там добавили 30%. Вот и разбирайтесь со своими депутатами, со своими мэрами. А что делать? Что делать? Люди? Да на самом-то деле у людей. Вот сегодня наши политики рассказывают каждый день про какую-то децентрализацию. Господин Гройсман, как телевизор не включишь, но с утра до ночи. Децентрализация, децентрализация. Кстати, это тот господин Гройсман, который тарифы забрал, установку на центральный уровень, вдруг заговорил про децентрализацию. Отлично. В чем заключается децентрализация? В том, что вам даются полномочия навести порядок с вашими мэрами и с вашими депутатами. Ну, в Харькове задайте вопрос вашему мэру. А я вам был недавно в Харькове, в пятницу. Я подсказал экспертам, где вы имеете право задать вопрос. И в тарифе на тепло. И в очень низком показателе оборудования счетчики. Вот в Харькове богатый город, кстати. Богатый, там ухожено. За счет кредитов, которые набрались под евро, там город Асвальт, там чисто. А вот счетчиков там не ставят почему-то. Вот в Киеве сейчас 80% счетчиков, уже даже больше. А в Харькове 39 всего. А в Тернополе, ну там бедный город. Там вообще там караул 25, по-моему, 28. А там, где нет счетчиков, там людей дурят, ну, несколько раз. Понимаете? Вот вам один пример. Если берем Харьков, дальше раскладываем. Вот там другой яркий пример. Есть у них такой посредник городской, называется там какой-то Харьков Жилкомсервис какой-то. Ну, обычный посредник, я не помню какой. Жилкомсвязь какая-то или еще что-то. Он с населения деньги собирает, и население платит 100%. А потом выясняется, что этот Жилкомсвязь не рассчитывается с водоканалом, не рассчитывается с теплокоммунэнерго. Понимаете? То есть там оседают, и суммы очень немаленькие. А потом этот Харьковский водоканал не рассчитывается с энергетиками, с энергорынком, деньгами. И получается, что за него платит вся страна. Понимаете? То есть деньги вынимает там местная власть, я насколько понимаю. А платит за все это вся страна. Приблизительно такие же расчеты Харькова и других городов по газу. Статистика ужасающая. Сумма долга, которую озвучил НАК нефтегаз по состоянию буквально на вчера теплокоммунэнерго перед НАК нефтегазом составила там 31 миллиард гривен. Конечно, надо перепроверить. НАК такая же организация бандитская, как и все остальные. Он мог накрутить лишнюю пеню, лишние штрафы. Но даже если там 10 миллиардов лишних, согласитесь, что 20 миллиардов долга, это немаленькая сумма в наших условиях. И вот еще раз хочу сказать. Если вот это все, а я вам обрисовал одну десятую, поверьте, того, что творится сейчас беспредел во всех городах, по сути дела, в коммуналке. Так вот, если вот это все коалиция и премьер называют реформой, мне не по дороге с этой реформой. И опять-таки, я не хотел говорить про политику, просто вам маленький пример. Ровно там 5 дней назад, в среду прошлую, на комитете Верховной Рады, где там уважаемая Алена Бабак, реформатор из Самопомничи, Дима Андреевский из БПП, второй реформатор, вот они заслушивали, это депутаты наши уважаемые, они заслушивали отчет министра Зубко про реформу. И депутаты этого комитета приняли отчет министерства и решили, что, ну, оценку выставили удовлетворительно. Ну, вот вам ответственность этих депутатов. Значит, ребята, вы на себя, депутаты всего этого комитета могучего, во главе с господином Скуратовским от партии Ляшка, взяли на себя ответственность за такую оценку. Ну, теперь будете людям рассказывать, почему вы всерьез решили, что оценка за реформу ЖКХ удовлетворительна. Потому что сейчас вы идите на улицу в любом городе и спросите у людей, и они вам скажут 99%, какую оценку они за эту реформу выставили. Вот моя такая оценка. Скажите, Высший административный суд признал незаконным и отменил постановление правительства об уменьшении в два раза норм потребления газа без счетчиков. Вот рассказываю, что произошло. В силу, да, 28 января. Вы, наверное, знаете, что год назад, когда мы начали жестко душить и правительство, и регулятор, национальная комиссия нас поддержала, и заставили правительство уменьшить эти грабительские нормы потребления там, где нет счетчиков. Более того, сразу хочу обратить внимание всех украинцев. Установка счетчиков на ваших домах, в ваших квартирах, это обязанность монополиста. Это однозначно. Вы не ходите в магазин со своими весами. Монополист, который получил без конкурса право работать на этом рынке, просто обязан это сделать. Все остальное, это бред от лукавого. Так вот, он, монополист, все эти годы не хотел ставить счетчики, а за счет завышенных норм зарабатывал сверхприбыли. Ему понизили нормы. И вроде бы, ну, люди вздохнули с облегчением, понимаете? И более того, это же стимулировало монополистов, в первую очередь, облгазы, ставить эти счетчики. Тем не менее, через два месяца, через три, Кабмин проиграл первый суд двум гражданам. Вот два каких-то украинца, Вася и Петя какие-то, их никто в глаза не видел. От них по доверенности адвокат был. Они обратились к Кабмину, что нарушены их права. И вы знаете, я вот, ну, там, 15 лет, как бы, в активной политике, ну, первый раз я вижу, чтобы Кабмин двум каким-то перцем, извините за выражение, проиграл один суд, второй суд, третий, и вот эту касацию, о которой вы говорите. Ну, это просто между собойчик, договорняк, премьера и соответствующих облгазов, которые, ну, на этом очень серьезно поправят свое положение, потому что они всей Украине, 5 миллионам украинцев, они сейчас, начиная с мая месяца, пересчитывают задним числом, вот, по нормам уже, как бы, старым-новым, или новым-старым. В результате мне звонят люди, начисления по полторы, по две тысячи, приходят сейчас из облгазов, и просто будет их либо от газа отрезать, либо будут издеваться по полной программе. Вот это, уважаемые украинцы, ваш Кабмин, вот это договорняк типичный, вот это ответственность, так сказать, Кабмина. К политикам я обращаюсь, немедленно потребуйте от Кабмина, кто проиграл этот суд, и в отставку минимум министра юстиции, который отвечает за юридическую, спроможность всех постанов и всех документов, которые выходят из Кабмина. Если Кабмин не может такую постанову издать, чтобы не 5 миллионов не потрусить, понимаете, ну это же дилетантизм просто. А более того, там сговор налицо. Ну, те, кто знает этот суд. Вот такая вот катавасия у нас. То есть в результате конечный потребитель будет... Как обычно заплатит за все народ. 5 миллионов людей, которым выставят сейчас по полторы-две тысячи гривен. Вот читайте сумму этого иска. Остается только догадываться, сколько у них ходило между ними какая-то... А те субсидии, которые сейчас выплачиваются, они будут увеличиваться в соответствии? Субсидии не выплачиваются. Мы же с вами не получаем субсидии. Ну, я имею в виду, даже те, кто ее оформил. Те, кто оформил субсидии. Не в том дело. Я имею в виду, вот слово выплачивается, к субсидии не подходит. Понимаете? Выплачивается, это когда мы пришли, и нам дали деньги, и мы думаем, ага, нам государство решило помочь, я сейчас закрою все краны, я начну так экономить, ну, я 200 гривен сэкономлю, и может быть что-то там полезное, или даже утеплюсь, понимаете, раму куплю или еще что-то. А эта субсидия нам, она никак не выплачивается. Она транзитом, абсолютно верно. Она идет туда, и она в результате оказывается в теплокоммунэнерго, но основная ее часть в НАК нефтегазе, и закрывает всю коррупционную схему вот этого НАК нефтегаза из второго нашего кармана. Потому что что такое субсидия? Она берется из госбюджета. Что сказала выдающаяся Маргарет Тэтчер, не путать ее с Яценюком. Яценюку до Маргарет Тэтчер, как до неба, понимаете? Маргарет Тэтчер сказала в свое время, никаких нет денег государственного бюджета, есть деньги налогоплательщика. Так вот у нас из другого кармана взяли вот эти вот деньги наши, 24,5 миллиарда в прошлом году, и сейчас 35 миллиардов, и хотят прогнать по преступной схеме туда в НАК нефтегаз. То есть мы раз заплатили по тарифу завышенному, мы уже вытянули готовку, кэш наш. И вторая, это субсидия. Скажите мне, пожалуйста, а вот эти субсидии что, привели к тому, что люди начали утепляться? Они наоборот сегодня подорвали весь этот процесс энергомодернизации, потому что люди, которым даются субсидии, у них стимулов никаких нет. Более того, когда Кабмин понизил нормы потребления, он же как бы случайно забыл понизить социальные нормы, соответственно, на которые начисляется субсидия. В результате субсидия начисляется на вот эти вот завышенные нормативы. У людей сегодня как бы переплата на личных счетах. По Киевской области 300 миллионов гривен не люди должны, а им бюджет должен, понимаете, ну, то есть мы с вами, какой бюджет этим людям. И у людей сегодня, как бы, чтобы выбрать эту субсидию, остается один шанс. Выбрать весь газ по полной программе, открыть все окна, ну, я не знаю, если бы они могли из этого газа там делать какие-то кизигу, словно говоря, пилеты или еще что-то, они бы научились делать. Им просто вот подарили это все. Главное списать объемы, получить деньги. Вот это все называется реформой от товарища Яценюка. Это все штопор, это все путь в никуда, понимаете? Путь в никуда. И все украинцы сегодня почувствовали. А когда на секунду задумать, что этот премьер, которому доверие сегодня 0,0, озвучивает, что с 1 апреля у вас должна подняться цена на газ в два раза. Это для теплокоммунэнерго в первую очередь. А если цена газа для теплокоммунэнерго поднимется в два раза, то у вас тариф поднимется в 1,6 раза. 0,65, если быть точным. Если у вас сейчас в Киеве 16 гривен, умножаете на 1,6, вы получаете 27 гривен за метр квадратный. Умножаете на свой метраж и говорите спасибо за реформу. И это еще не все, потому что в 2017 году они грозят цену еще на 30% увеличить. Я думаю, что это не произойдет по понятным причинам. Это будут уже другие, другая команда разгребать то, что вы наваяли за эти два года. Похожая ситуация происходит и в вопросах водоснабжения, электричества. А оно все как бы одно. Там уже противоречия такие, там накопились колоссальные противоречия. Водоканалы, люди не платят там водоканалам за завышенные все эти нормы по завышенным тарифам. Водоканалы не платят энергетикам соответственно. Энергетики облэнерго начинают отключать водоканалы. Вот такой вал против этих самых проблем. Вот яркий пример тарифной вакханалии. Вот в городе Киеве тариф на водопостачание и водоведведение составляет 10,5 гривен за куб. Это в среднем не самая большая цифра, хотя я под огромным сомнениями ее ставлю, потому что я знаю, что процентов 30 этой цифры точно не идут на нужды водоканала. Они просто вымываются из компании. А вот в городе Винница, который ну ничем он не может быть там лучше, понимаете, там, например, тариф 6,5 гривен. А вот в городе Фастове 18 гривен, понимаете? Вот скажите, что в фастовчане, жители Фастово или таких городов сотни, у них что, денег больше, чем у виничан? Что в три раза различается тариф. Вот вам тарифная политика, которую предложили сегодня, в том числе, к сожалению, и регулятор. Спасибо вам большое, Алексей. У нас сегодня был Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ с 2007 по 2010 год, глава экспертного совета по защите прав потребителей, при Национальной комиссии по регулированию энергетики ЖКХ. Это программа «Что происходит?» в эфире Ченомольской телерадиокомпании. Только от нас зависит, будем ли мы платить коммунальные услуги по новым завышенным тарифам, которые ожидается еще увеличить в несколько раз. Алексей советует нам бороться, защищать свои права и не молчать в этой ситуации. Жизнь защищать. Не переключайтесь. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова